друзья всем привет сегодняшнее видео будет посвящено волнистым попугаев о кормлении поговорим некоторые начинают считать выгодно кормить попугаев невыгодно просто овес семечки что сколько стоит почем стоят витамины почем стоят лекарства лечение все прочее сегодня покажу вам два сорта хорошей травы первый сорт травы это называется леснотка белая она похожа на крапиву второй сорт пастушья сумка это все лечебные полезные правы помимо одуванчика подорожника и мокрицы которую все знают есть еще пастушья сумка леснотка белая и прочее и много прочих штук наверно 50 разных трав но сегодня вот эти две травки я вам продемонстрирую покажу дам своим волнистым кстати волнистый вчера вчера волнистым я поставил домики птицы всю ночь не спали выбирали себе жилье сегодня сейчас покажу как как расположены домики чем занимаются птички сейчас вместе все посмотрим все увидим сделаем выводы и будем вместе разбить вам из попугая отношу счеты и смотрим вот эта травка называется яснотка белая очень напоминает она крапиву но у нее такие вот белые цветы травка очень полезная тем более майская запомните как выглядит эта травка вот еще здесь хорошо видно есть нотка белая идем дальше также сегодня возьмем на питание птицам пастушья сумка кто не знает смотрите внимательно вот так выглядит пастушья сумка пригодна для питания все и листочки и стволы и семена вот эти вот и листики над твердых ножках все это срезается вот они наши красавчики одни уже на крыльце сидят самец видите на крыльце самка на крыше а остальные вот здесь вот два самца синих слева справа самочка сейчас договариваются и будут наверно сегодня завтра заселяться в этом вольерчике повесил я четыре домика на три пары вот видите два повесил в торце стенки пришурупил саморезом сетку такую сетку с которой вольер сделаны получилось своеобразно такая лестница типа на нее с помощью крючков которые я закрутил заранее в эти домики продаются готовые такие кронштейны как бы крючок кочерга с резьбой чуть просверлил чтоб не расколоть и удобно было вкручивать вкрутил крючочки сзади вот видите как все это классно висит крышки у меня там отодвигаются можно будет смотреть за гнездышками ну я надеюсь смотрите вот парочки споровались видите вот за этих уверен что сегодня завтра будут выбирать себе домик эти уже вроде как выбрали а эти вот что-то как-то холодные отношения у них может то что сегодня пасмурное утро дождь шел в общем друзья самое главное кормим зеленью вот я кстати смотрите вот на эту прищепку в прошлом видео я приколол одуванчики сейчас тут пусто я приколол пастушью сумку и снотку белую пускай клюнет кушать для тех кто смотрит первый раз это видео в описании под видео будет ссылка на первое видео где я готовил домики как я их обрабатывал как дезинфицировал что я засыпаю в домике все это там написано все это там будет на ссылку нажмете и перейдете вот такие вот волнистые друзья что касается домиков вот эти два домика висят в удобном месте мне нравится как тут до крыши немного и птиц там не бегают а вот там обратите внимание место вроде как хорошая нога вместо между крышей потолок крышей скворечникой потолком видите там примерно сантиметров 10 и вот они там все толпой собираются топают бегают я переживаю если птицы одна из самок выберет там себе дом снесет яйца будет сидеть а вот эти вот другие будут бегать по крыше возможно будут тревожить самку не знаю как пойдут как пойдет может быть там какую-то баррикаду сделать допустим рейку там фанерку чтоб туда птица не лезла а может все у них будет нормально они будут знать что это там соседи бегают по крыше ничего страшного в общем время покажет здесь сделал такую интересную картинку символ птенчика так что думаю будет нормально в этом году все кстати по минералке по минералке сделал тут дополнительную жердочку а по минерал очки смотрите как хорошо погрызли вот видите все погрызли соль выкинули вообще отсюда уголь выкинули остался тут один кальций ну пускай валяется там внизу где-то уголь соль найдут все в принципе что касается разведения птицам сделано вольер просторный домиков запасом чтоб не дрались зеленый витаминный корм присутствует каждый день стараюсь дать разную траву пока есть ассортимент замочку пророщенку все это даю и еще кстати подсказали мне когда попугаи размножаются и в вольере надо делать дополнительное количество палок этих жердочек куда птица будет садиться чтобы допустим кто-то тут будет порваться кто-то там кто-то вот на этой допустим чтобы друг другу не мешали потому что волнистых есть такое дело когда одна пара приступает к размножению то другие мешают постоянно но посмотрим надеюсь палочек всем хватит рядом по соседству у меня пара розел самец и пестры сам как раз на они тут уже познакомились я думал может будут кусаться за лапки но нет розелла не трогает волнушку если бы тут были неразвучники и по соседству с волной там или с теми же розеллами то пришлось бы вот здесь видите у меня на профиле один сетка да в слой ну как бы слой сетки а если будут неразвучники то придется вот здесь еще один слой делать сетки чтобы между сетками было примерно два сантиметра чтобы когда эти соседи кто соседствует с неразвучниками садился на сетку обычно неразвучники откусывают а вот здесь ну если будут у кого-то неразвучники то делайте двойную сетку чтобы не откусывали друг другу пальцы на лапах потихоньку видите птица знакомится сейчас они покушают, и я думаю, сегодня уже определятся с домиками. Значит так, дальнейшее развитие буду стараться по возможности снимать. Первое яйцо, конечно же, ждем с нетерпением. Потом будем ждать первого птенца и всех птенцов. Посмотрим, какой оплот. Все это покажу. Буду постепенно рассказывать, кто не в теме. Пожалуйста, подписывайтесь, подтягивайтесь, вникайте в эту тему интересную, про волнистых попугаев. Также будет и про канарейки, про карел, про розел. В общем, по возможности, про всех попугаев, которые есть в хозяйстве. Буду отснимать, показывать. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе. Все, всем пока, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok